По уровню изоляции, в которой она оказалась, Россия уже давно перещеголяла Северную Корею. Путин делает ставки на бывшие Советские Республики, Армения и Азербайджан, страны Центральной Азии. Ну, Беларусь уже вообще стала де-факто субъектом Федерации. Непонятно до конца, сохранила ли она еще признаки собственной государственности из-за политики Лукашенко или уже потеряла. Ну, типа резервные валюты там и так далее, но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Молдова, несмотря на фантомные боли по Советскому Союзу у приличной части населения, уже давно не видит себя в российской политической орбите. Хотя внутри страны очень непросто добиться всего, что принесет гарантии счастливого европейского будущего. Грузия – это вообще политический феномен, когда население и власть видят внешнюю политику страны в абсолютно полярных направлениях. О протестах против возобновления прямого авиасообщения с Россией и установления безвизового режима я вам уже рассказывал. Путину нужно участвовать во всех процессах на территории бывшего Советского Союза. От формирования правительств путем вмешательства в выборы до завлечения этих стран в экономическую кабалу. В случае с Арменией и Азербайджаном еще и показательные попытки их помирить. Все под тем же соусом единых, братских, неразделимых, которые когда-то якобы рассорили нехорошие западные страны. И армянский премьер Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на позапрошлой неделе были в Москве, где сделали очень важное заявление. Все говорит о том, что страны готовы помириться. А Путин пытается все выставить так, как будто помирил их он, никто другой. В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования. Да только вот в Москве они тогда ничего не подписали. А самим заявлением о примирении предшествовали огромные усилия западных стран и поездки армянских и азербайджанских первых лиц в Штаты и в Европу. Москва тут играет микроскопическую роль. На самом деле, настоящая геополитика на прошлой неделе писалась в месте, о котором раньше мало кто слышал. Небольшое село Бульбаака на юго-востоке Молдовы. Перед замком Мими усланы красные дорожки, по которым идут первые лица Европы. Здесь также произошел важный диалог между Майей Санду и Владимиром Зеленским. Сегодня Украина обеспечивает безопасность Молдовы, и мы очень и очень ей за это благодарны. Молдова уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и ее международно признанные границы. Молдова поддерживает предложенную вами, господин президент, формулу мира. И, конечно же, мы поддерживаем инициативу о создании специального международного трибунала для рассмотрения тех, кто совершает преступления агрессии в Украине. Но об этом позже. Здесь же в Молдове провели встречу Алииф и Пашинян. На встрече также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Документ о мире пока не подписали. Но. Но это пока. Потому что, если внимательно вчитаться в официальные заявления, то там так и говорилось, что встреча в Молдове подготовительная. Стороны пытаются проработать мировое соглашение в авральном порядке до саммита в Брюсселе. А он состоится в середине июля сразу после НАТОвского в Вильнюсе. Почему так долго? Да потому что, если это серьезный документ, то он должен учитывать все до мелочи. Где границы, которые все стороны признают? Что такое уважение прав этнических армян? Какая ответственность в случае невыполнения своих обязательств? Деталей очень много и работы, соответственно, тоже. Ведь Украина уже когда-то подписала Будапештский меморандум, который мало того, что имел разные переводы для внешней и внутренней аудитории, так еще и в итоге мы все видим его силу. Когда одна из подписантов Россия ведет против Украины войну уже десятый к ряду год. Ну а почему же Путину еще выгодно принимать участие в миротворческом процессе между Арменией и Азербайджаном? Да потому что это еще один повод для него держать в регионе миротворческие войска в рамках АДКБ. Организация, единственная успешная операция, которой можно назвать сохранение Касым Джамарта Такаева в президентском кресле, больше ничем похвастать не может. А тут вроде бы как миротворческая миссия, понимаете? Азербайджан когда-то тоже был членом АДКБ, но уже несколько десятков лет как не играет с Путиным в коллективную безопасность. Армения хоть и сохранила членство, ее сложно назвать фанатом этого полувоенного блока, который на 100% контролируется Москвой. Почему тогда Армения и Азербайджан вообще пустили Россию в этот переговорный процесс? Тут уже было выгодно самому Пашиняну, чтобы Москва взяла на себя все технические вопросы в демаркации и делимитации, а также разблокировании логистики. А вот Алиев как раз и направил переговоры по европейскому треку. В любом случае, мирному договору между Азербайджаном и Арменией быть. И если не к середине июля, то в конце года на саммите в Испании. Они точно его подпишут. Так, по крайней мере, считают независимые обозреватели, с которыми мне удалось пообщаться на эту тему. Ну и помните, что Армения не является союзником России в войне с Украиной. Заявил не кто иной, как Никол Пашинян в интервью CNN Prima News. На фоне переговоров, в которых Москва играет лишь техническую роль, на фоне того, что Армении больше не будет необходимости оставаться в российско-политической орбите, такое заявление, очевидно, взбесило многих в Кремле. Песков тут же заявил, что Москва принимает это к сведению, и это важное заявление. Но добавил, что Россия, безусловно, продолжит развитие их концептуально-союзнических отношений. То есть, простым языком, выпускать из своих объятий Армению никто не спешит. Ну и, конечно же, говоря о саммите в Молдове, грех не сказать о самой Молдове. Проевропейский внешний вектор, молодая и амбициозная майя-санду, что же мешает стране добиться успеха? В огромной степени то же, что и другим. Российская оккупация части территорий и игра на фантомных болях старшего поколения. Молдова неоднократно использовалась российской пропагандой уже с момента открытого полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Мол, Украина попытается военным путем освободить Приднестровье. Этот вопрос был предметом множества спекуляций. А на саммите в Молдове, наконец-то, вышел на официальный уровень. Зеленский сделал два важнейших заявления. Украина не будет освобождать Приднестровье, если Молдова ее об этом не попросит официально. Кроме того, украинский президент фактически убил существующий переговорный формат по Приднестровью, известный, но очевидно забытый, как 5 плюс 2. Что такое 5 плюс 2? Если в двух словах, то двойка – это представители официального Кишинева и непризнанного Приднестровья. А с пятеркой все немного сложнее. Украина, Россия и ОБСЕ – этой пятерки посредники. А США и ЕС – наблюдатели. Так вот, Зеленский заявил, что после победы в войне против российской агрессии Украина уже не будет занимать там посредническую позицию. А в принципиально новом формате у Киева будет активная роль. Таким образом, влияние России на Молдову, включая силовое, сводится, если не к нулю, то до абсолютного минимума. И в сухом остатке вместо круга друзей у Путина из-за российской агрессии остается кольцо противников, как минимум путинского империализма. Украина и Молдова на юге, Армения и Азербайджан в Кавказском регионе. Причем последний будет укреплять дружбу с Турцией и Европой. Грузия сейчас остается в опасном положении, но грузины умеют менять внутриполитическую ситуацию, если только того сильно захотят. А что же Центральная Азия? Ну а Центральная Азия никуда не денет огромную сухопутную границу и военные базы России. В ближайшее, по крайней мере, время, но вот определенные шаги для обретения независимости от Москвы страны уже упорно делают. Об этом, в частности, свидетельствует последнее заявление Такаева, когда он четко высказался, что его страна не намерена и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства. И что интеграция в рамках евроазиатского экономического сотрудничества может и должна идти исключительно по экономическому треку. То есть Такаев ясно дает понять, что он не Лукашенко. Есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему. На прошлой неделе в Казахстане снова был особенный гость из Вашингтона. В страну приехал глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайан. Зачем же он приехал? Контролировать исполнение западных санкций? Ну и это, скорее всего, тоже. Но он описал цель своего визита вот как. Первая задача снизить, минимизировать негативный эффект санкционных программ, которые не выполняют изначально поставленные цели. Мы хотим, чтобы казахстанская экономика процветала. Мы понимаем, что Казахстан должен найти новые маршруты, новых поставщиков, новых потребителей и таким образом найти для себя новые возможности. В тех ситуациях, когда найти новые возможности невозможно, мы работаем над тем, чтобы минимизировать негативное влияние санкций на бизнес и жизнь людей. Дело все в том, что после начала российского вторжения в Украину, многие иностранные компании остановили свою деятельность в России и часть из них выбрала Казахстан как место для продолжения своего бизнеса. В этом есть два несомненных плюса для Украины и для Казахстана. Поскольку речь идет о крупных европейских и американских компаниях, то для Украины это хорошо, потому что они не будут больше платить гигантские суммы в военный бюджет России. А для Казахстана это хорошо, потому что теперь эти деньги будут поступать в их собственный, а не в российский кошелек. Ну а российский кошелек и так не толстеет. За год число россиян, которые потеряли способность платить по кредитам в России, увеличилось на четверть. Если в первом квартале 2022 года судебные приставы ввели исполнительное производство 11,5 миллионов дел о взыскании долгов в пользу банков, то в этом году их число увеличилось до почти 14,5 миллионов. А суммарный размер долгов составил 2 триллиона рублей. То есть представьте, в России приблизительно 140 миллионов человек. Каждый десятый из них не может покрыть расходов по своей кредитке или ипотеке. Как там отрицательный рост?